Доброе субботнее утро, мои дорогие зрители! Пьем утренний кофе, одеваемся потеплее, так как несмотря на солнце, по ночам уже заморозки и на улице достаточно холодно. Берем хорошее настроение и едем гулять по барахолке. А если вы хотите гулять по барахолке со мной каждую неделю, то подписывайтесь на мой канал. Сегодня, как всегда, мы с вами сначала погуляем по барахолке, позаглядываем на интересные прилавки, потрогаем, посмотрим интересные вещички. А потом я покажу, что купила. Первым делом я сегодня пошла к вот такому прилавку. Здесь женщина то ли привозят из Германии, то ли ей присылают. Здесь уже вот такие бисквитные статуэточки, подсвечники. Но меня интересовали куклы. Я куклы не собираю, не увлекаюсь, хотя когда дочь была поменьше, мы покупали такое, но уже пораздавали. Но у меня был заказ на такую немецкую куклу, и я его сегодня выполнила. Посмотрим с вами позже в обзоре. Вот такие, я не знаю кто они, клоуны, шуты, скоморохи. Клоунов я не люблю совсем. Но вот те два были очень прям симпатичные. Сейчас покажу их ближе. Вот эти прямо хорошенькие. И вот эти две были красивые, такие нежные, блондинки, в хорошей обуви, с подставочками, поменьше размером, небольшие. Кто собирает, увлекается куклами, конечно, здесь очень хороший прилавок. Уже стали выносить большое количество различных старых елочных игрушек. Я в них не очень понимаю. Такое что знаю, есть какие-то экземпляры, которые если увидела, купила бы. Но в основном, я так понимаю, это все игрушки попроще. Но если, например, у вас была в детстве какая-то любимая елочная игрушка, и она не дожила до сегодняшних дней, вы можете себе купить, повесить на елку и вспомнить свое детство, родителей и так далее. На этом прилавке мне понравилась такая винтажная бижутерия и вот такие миниатюрки духов. Ну, это кадр, конечно, как из фильма ужасов. Очень много бижутерии, вон женщины что-то выбирают активно. Вот такой куманец. Я смотрела такой в интернете и даже хотела его купить. Но я не представляла, что он такой огромный. Теперь увидела вживую и даже вот засомневалась, поместится ли он мне на какую-нибудь полку. Нужно подумать. Так, эти бокалы я забрала, потом покажу. Так, и меня просили показать цены на статуэтки, поспрашивать на рынке. Так что сегодня в видео будут цены на статуэтки. Так, это цыганка-городница. В какую она цену? Восемьсот. Я сделаю вам скидочку хорошую, чтобы у нас взяли бокалы. Так, девушка с куманцом. Такая 300. Ударка. Полонная. Ударка, как она называется, с куманцом, да? Это не ударка, это просто она так и называется, девушка с куманцом. Девушка с куманцом, да? Вот это именно... Так, мальчик в коньках, клейма у него нету. Ну, это очень старинная статуя. Есть только номерочки какие-то. А что вы за него хотите? И тысяч. Будет торт на него тоже. Так он чей? Вы его определили? Андрей. Анкобежница. Ну, это завод Артель, то есть послевоенный. Да, я поняла. После войны. На сайтах есть российские там сайты в продажу. На Виолите Украина смотрел, нет. Не, я его где-то уже видела. Наверное, был у кого-то на Виолите, мне кажется. На Виолите, ну, это вообще моя. Я ее купил и не выставлял туда. Еще не выставляли. Так, ну, это ЛФЗ, Коня Гоня, это понятно. Что это за такой большой мальчик? Я поснимаю, у меня зрители в Ютьюбе спрашивали, просили очень цены на статуэтки на барахолке узнать. Вот. Ну, дайте рекламу, укажите там свой или мой телефон. Такой почтальонщик. Российская почта. Винни. Ну. Клейма нет уже, я не знаю. Какая-то плесунья нераскрашенная. Очень ладо. И плакет плем, мужика базарит, да. Плем, где на пановые шаги, манда пановые, ворву, кердю мукатюр. Винни, чесно ты был. Винни, обладила ты был. Ну, вот такой ребенок на лошадке. И повар, они были с дефектами, у повара нет пальца. Вот. И у лошадки здесь отбита немножко ножка. Повар такой без пальца, 800 гривен. Вот такая шкатулка. Это пластик. Здесь изображен казак Мамай. Мне вообще очень нравится все такое. Она украинскую, казацкую тематику. Но механизм там какой-то немножко подзаедает, что ли. Или мне просто одной рукой было неудобно открыть. В общем, она выдвигается. Сделана в форме книги. Вот такая шкатулка. Живопись, конечно. Ну, вот эта картина еще такая ничего. Но мрачная, конечно. Не знаю, куда ее можно повесить. Вот эта ваза была очень красивая. У нее на дне было написано, что это ручная роспись. Но она битая. Там огромнейший скол и трещина оказалась. Вот здесь очень старый самовар. Какие-то странные непонятные парики. И вот такая огромная матрешка. Я таки не поняла, из чего она сделана. Правда, виз мне не ответил. Он не хотел со мной разговаривать. Почему-то ему, наверное, не нравилось, что я снимаю. Но она вручную расписана. Из чего-то она сделана вручную. Я даже подумала, может быть, или дерево, или папье-маше. Не знаю. Но какая-то она такая старая и необычная. Вот такие старые швейные машинки. И вообще как-то сегодня было много таких аутентичных вещей и какого-то народного творчества. Вот такая очень красивая пара статуэток. Гуцул и гуцулка. Это закарпатская керамика. И очень они такие интересные. Я даже подумаю, возможно, куплю себе подобных в мою коллекцию на полочку с куманцами. Кто не видел, посмотрите мои видео. Я собираю всякую блювную керамику. Вот здесь такие тоже. Это европейский бисквит. Такой привалочек. Неплохой. Скажем так, я такой не собираю, но интересные вещи. И здесь привлекла мое внимание вот такая шкатулка винтажная для украшений. И она музыкальная. Там вот под прозрачной крышечкой такой музыкальный механизм. И шкатулка сделана из такого какого-то пластика, очень качественного, плотного, в то же время очень гладкого. Как всегда, целая куча хрусталя. Но чего-то такого, что меня заинтересовало, не было сегодня. Я сначала думала, что это шкатулка, но это просто вот такая статуэтка. И мы с вами дошли до прилавка продавцов, у которых я уже была. Мы снимали, и там у меня был вопрос по стоимости статуэтки одной. Сейчас мы все узнаем, и заодно посмотрим, почем другие статуэтки. Здрасте. У меня подписчики просили узнать цены на статуэтки, и был якут с песцом. Нет уже? Вот оно, с песцом. А что вы за него хотите, у меня спрашивали, и ваш контакт? 500 гривен, мы хотим за него. А скажите, а что это за такие красивые зеленые? Это камень? Это камень. Молодец. Сколько, Сереж? 100 гривен. У вас свой канал есть? Да, мы уже у вас кто-то снимали тут. Нет, я знаю, что вы поснимали. Вы нам не дали свой канал. Я сейчас вам дам. Сбросьте мне его, пожалуйста. Сейчас сброшу, и у меня вот конкретно прописок якута спрашивали. Нет, они не будут. Какая лисичка хорошенькая. А почем она? Так вы же вот снимите. Я уже сняла его. И клеймо сняла, да? А можно открыть? Можно. Открой. А такая лисичка почем? Это Германия. Где? Что? Нет, это Совет. А, я спутал с этим. В жорсице вот с этим. Это Совет. Это Совет. Позолото все равно. Что наскажи. Так, что у вас еще есть? Вот, 18 век. Позолото. Андрей Критский. Такой, как Андрей Первозван. Я не слышусь, 18 век. Так, ну, эти какие-то европейские, да? КДР. КДР. Бабушка почем? Бисквит. Бисквит, да-да, я вижу. Не обожженный. Конькобежечка почем? 600 гривен. Это Златолос. Тоже Позолото. 80-е, 70-е, 60-е годы. Это их много. Метал. На металле дело. Это Позолото. Это когда революционные вещи. Тоже лет 150 эти, может, больше. Это креслокачалка была старая. Я еще там, ну, все шашелем побитое. А вот эти уцелели, короче, собаки здесь, наверное. На поручнях где-то были. Да, на поручнях. И сверху, короче, голова лося тоже. Вот ее там чуть-чуть надо подреставрировать. Охотничья, да, такой типа тематик? Да, подреставрировала. Потом мы поснимали, что шашелек что-то не побило. Груша, наверное. Вот это что такое? Это 42-й год. Это вообще, в принципе, что? Это рекламный плакат немецкий. Это высказывание Мельтка. Был такой вот Первую мировую войну. Как это привычно? Великим людям, у великих людей великие амбиции. Открыток сегодня особо интересных никаких не было. Много вот таких комплектов про музеи. Вдруг, может быть, кто-то хочет, то, пожалуйста, обращайтесь. Я для вас заберу. Контакты у продавцов я взяла. Я зовут их Заура Виталий. Очень позитивные всегда продавцы, всегда легко общаются. И, пожалуйста, если кого-то что заинтересовало, пишите. Я дам вам их контакты. И вы можете с ними связаться. Конечно же, я заглянула в книги. Если вы не смотрели мои предыдущие видео, посмотрите. Я всегда покупаю альбомы с репродукциями. И сегодня тоже не обошлось без покупок. Потом посмотрим дома. Если вдруг вы насмотрелись в моих видео на такие книги и тоже себе такие хотите. Если вы в Украине, конечно, находитесь. Цены здесь более чем приятные. на такие альбомы. И я могу для вас забрать, если у вас в городе нет барахолки или нет такого выбора книг. Что это такое? Это в ответственности к Москве. Это сама по себе просто книга редкая. Но я вижу, что она потрясающе красивая даже снаружи. Да, она идет с переводом. Есть специальный блокнот. с переводом на английский. То есть все скульптуры, которые были полностью... Как были оформлены дореволюционные усадьбы. То есть какие были виды арок. Ну, то есть все оформлено. Видите, какие виды вас. Какие были потолки. Ну, полностью как было оформлено под подмосковные помещище. Архитектура, да. А это Москва. Это именно по Москве. До-революционная Москва и после-революционная Москва. Тоже здесь архитектура. Сталинский ампирь. Двухтомничек тоже такой интересный. Так же самое есть и Киев тоже. Киев более революционный. Более интересен вот этот альбом. Именно с фотографиями из революционного Киева тоже. Сколько такой Киев? 200 гривен. Двухтомник. Идет в специальной... 200 за 2? 200 за 2, конечно. А я, наверное, больше со спальня. Если честно, товара так много, что некоторые вещи я сейчас начинаю замечать, только просматривая видео. Вот эти синие фужеры мы еще посмотрим. Я вам их покажу. Так что приходите на бархолку, если вас что-то заинтересовало. Вот такая красная швейная машинка у меня была. Вот они, эти синие фужеры. Конечно, издалека они смотрятся лучше, чем когда берешь их в руки. Форма у них красивая. Цвет у них очень красивый. Но это такое самое простое стекло по качеству. Такой комплект стоит 800 гривен. Очень они легкие в руке. Вот такие, кстати, просто стеклянные, немножечко подтонированные цвета. И снова бесконечные елочные игрушки, посуда, статуэтки, хлам. Все, что только возможно. Вот зеркало очень симпатичное. Так что давайте ехать домой, потому что голова уже идет кругом. И будем смотреть мои покупки. А если вам понравилось гулять со мной по барахолке, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мое новое видео. И поставьте лайки. Итак, давайте смотреть подробнее и ближе, что я купила. Ну, во-первых, я купила вот такую куклу. Вы видели уже, наверное, что я сегодня куклу рассматривала. Я ее купила под заказ. Меня просили. Посмотрите, какое у нее лицо. Лицо, ножки, ручки у нее фарфоровые. Туловище у нее мягкое. Какие у нее глаза, как живые. Это героиня Диснеевского мультика Покахонта с кукла 90-х годов. Винтажная. В абсолютно идеальном состоянии. Новенькая одежда у нее. Очень хорошие волосы. Они прям приятные очень на ощупь. И очень хорошо сделаны. Я уберу ее сразу со стола, потому что она нам тут занимает место. Барышня, она не маленькая. Так, я купила набор 6 штук вот таких бокалов. Бокалы фирмы Luminark. Но это какой-то Luminark не такой, как стоит у нас обычно в магазинах. Честно говоря, здесь очень хорошее стекло. Тяжелое стекло. Очень прозрачное стекло. Посмотрите, даже как они... Вот внизу, где у него донышко толщенное. Какой отлив у него есть. Прям как у хрусталя. И вот эта ножка мне очень понравилась. Знаете, я пока таких же бокалов не нашла. И нигде не нашла подтверждения. Но выглядят они, как будто бы они изготовлены вот вручную. На штамповку они не похожи. Хотя и я искала, когда вручную делаются бокалы, у них хоть какие-то есть отличия между собой. Они, в принципе, достаточно одинаковые все. То есть я не могу сказать. Я не понимаю. Либо это какие-то такие технологии. Хотя бокалы винтажные. Бокалов я таких не нашла. Я нашла такие стаканы. И какие-то еще бокалы для виски. И везде было заявлено, что это винтаж на ebay. Но больше ничего. Они были в родной коробке. Коробка была настолько потрепанная какая-то, что я сразу их достала. Коробку я выбросила внизу домой в гараже. Но на коробке ничего тоже не было написано. Единственное, что эта серия была обозначена словами Luminark Boutique и что-то там Luxury. Возможно, у фирмы Luminark есть какая-то премиальная серия своих изделий. Я не знаю. Но они даже вот... Они прям тяжелые. Это вот такое стекло хорошее с хорошими добавлениями. Свинца, чего-то еще. Они вот даже звучат очень приятно. Вот для сравнения мы возьмем обычные стеклянные. Не знаю. По-моему, они тоже Luminark. И они выглядят совершенно по-другому. Как будем объяснить. Они легче в 10 раз. Тоньше. И звук у них такой пластмассовый какой-то. Поэтому бокалы очень интересные. Идеальные, новые. Вот эти этикеточки погнулись. Это уже я их мыла. На самом деле они были просто новые. Они шикарные. Они мне очень нравятся. Причем их можно использовать не только для белого вина. Но в таких бокалах можно подавать и просто воду. Конечно же я купила книги. Вернее, альбомы с репродукциями. Сейчас я переставлю камеру. И мы с вами что-то посмотрим. Итак, первый альбом с репродукциями. Русский акварельный и карандашный портрет первой половины 19 века. Различных музеев Советского Союза. Книга издана на русском и французском языке. Обложка здесь, конечно, уже в неводном состоянии. Мы ее снимем. Саму книгу здесь немножечко почистим. И вот такая она будет красивая. И новая книга в идеальнейшем состоянии. Сейчас мне здесь очень мало места. Нужно купить другой штатив. Она прям новая. Идеальная. Здесь я ее листаю там, на барахолке. Особо не листала. Потому как продавали там это все буквально на земле. Мне было неудобно. Но посмотрите, какие здесь прекрасные портреты. Давайте, наверное, может быть, даже приблизимся. И будем каким-то образом вот так смотреть, наверное, их. Потому что здесь с одной стороны идут портреты, с другой описание. Но описание мы с вами читать не будем. Потому как это очень долго. Посмотрите, просто какая великолепная дама с псом. Это брюло в портрет Голицыной. Я такие всегда покупаю, альбомы с репродукциями. Мне очень нравятся. Очень красиво. Мне очень нравятся такие альбомы. Помимо того, что у меня дочь учится в художественной школе. И я сама очень люблю такие вещи. И я вам хочу сказать, что необязательно собирать какие-то... Если вы не занимаетесь там как-то профессионально в этой сфере, необязательно обладать какими-то энциклопедическими знаниями о художниках. Или досконально разбираться в живописи. Но когда ты постоянно смотришь на различные вот такие предметы искусства, вот такие различные книги, ты формируешь некую такую насмотренность в жизни. Когда ты иногда смотришь на первого взгляда, если не точно определить художника, то эпоху, стиль. Кажется, что ты уже это где-то видела. Это очень помогает, очень развивает и эстетический вкус, и какое-то чувство. Эпох в стиле. Какая кружева. И знаете, еще мне пришла такая мысль. Такие книги очень хорошо, например, иметь просто в гостиной. Ведь когда у вас, допустим, собираются гости, и есть какой-то в начале вечера всегда какая-то пауза, пока хозяйка все еще пытается что-то подать на стол и так далее, какие-то моменты, пока все ждут, пока все собираются. Поверьте, полистать такие книги гораздо интереснее, чем альбомы с фотографиями семейными. Семейные фотографии — это что-то более, во-первых, личное. Во-вторых, сейчас их никто не печатает. И не всегда у вас гости настолько близкие, чтобы вы им могли показывать, не знаю, себя на пляже, где вы держите солнышко на ладошке. Вот. Или своих маленьких детей в ванной. Поэтому вот такие книги всегда и гостям интересно будет полистать. И это может все-таки сразу дать много тем для разговоров, для общения вашим гостям, для обсуждения. В общем, так, давайте не будем сильно затягивать видео. Книга очень объемная. Здесь просто я не знаю, сколько этих портретов. Давайте листать выборочно. Какая-то кормящая молочница. Какие дамы. Как глаза у нее написаны. Очень шикарная книга, я считаю, за очень символические деньги. Я такие книги покупаю. И мне пообещали на следующую неделю принести несколько книг. Еще таких. Так что будем смотреть. Наверное, уже не в каждом видео. Наверное, к каждому видео с Барахолки мы будем смотреть с вами одну книгу. Скажем так, чтобы не затягивать сильно видео. Книга просто шикарная. Еще книги. Но, во-первых, это потрясающий альбом балет. И мы его посмотрим с вами в каком-то следующем видео. Возможно, даже с завтрашней Барахолки. Потому что просто все не влезет. Невозможно уместить сегодня в одно видео. Я думаю, что это просто никто не оселит досмотреть до конца. Но этот альбом – это целая история. Очень шикарный, очень красивый. И у продавца был там, кстати, еще один. Если кого-то заинтересовал, напишите. Я могу для вас забрать. И еще немножечко два таких сборника репродукций по фламандской живописи. И еще какой-то… Я еще даже его не смотрела, не читала, не опознанный. Тоже давайте как-то в следующий раз. Вот. И перейдем к главной покупке сегодняшнего дня. Наконец-то. Это очень интересная редкая статуэтка. Итак, главная героиня сегодняшнего дня. Вот такая великолепная госпожа Кошка. Это фигурка завода Коростень. Коростенского фарфорового завода. Конец 90-х по клейму. И так она и называется «Госпожа Кошка». К ней еще есть пару «Господин Кот». Я прикреплю картинку из каталога. Это конец 90-х годов. И фигурка очень даже не дешевая. В каталоге, конечно, цены указаны. Каталог там издан в 2004 или 2005 году. И там курс доллара кардинально отличается. Поэтому цены в долларах в этом каталоге не очень актуальны. Но 1002 гривен за такую фигурку свободно проходит на аукционе. И вообще, в принципе, они не очень частые. Сколько я не пересматриваю постоянно мониторю аукционы, постоянно объявления, я, честно говоря, вот эту вот фигурку и живьем. Вот так вот просто где-то даже на рынке, на бархолке я ее ни разу не видела. Давайте посмотрим на нее поближе. К сожалению, конечно же, фигурка имеет скол. Вот здесь вот сзади на шлейфе. Вот здесь есть скол. Я отнесу ее человеку. Он это все зашлифует здесь. Как-то подкроем, может быть, чем-то подкрасим каким-то лаком. Но продавать я ее не собираюсь. Конечно же, при сколе фигурка сильно теряет в цене. И уже как идеально она не продастся. Но, во-первых, я хочу ее в свою коллекцию сугубо. Даже не себе, а дочь ее увидела и очень захотела. Вот. И будет она стоять на полочке. Никто этот скол не увидит. Вот. Во-вторых, даже с таким сколом она все равно стоит денег. Я вам так скажу, что мы ее купили вообще сегодня за 60 или 70 гривен. Ну, честно. Цена двух чашек кофе. Посмотрите, какая роспись. Какое у нее прям лицо у этой кошки. Ну, здесь лицо, здесь не морда. Это точно. Украшения, когти. У нее вот там вот маникюры, часы, браслеты. Жемчуга. Как у нее прописаны глаза. Какая роспись. Какая у нее фигура. Какая у нее спина. Фигурка очень интересная. Так что, сегодня на бархолку я сходила точно не зря. У нее там даже хвост в драгоценностях. Что ж, не прощаемся с вами надолго. Завтра я планирую снова прогуляться по барахолке. И вообще у меня в течение недели выходят еще две рубрики. Это распаковка. И распаковка будет грандиозная на этой неделе. Потому что у меня приедет пара экземпляров в мою коллекцию цветного хрусталя немецкого. И подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, если вам понравилась наша прогулка, наши покупки. Пишите свои комментарии. Возможно, вы хотели бы, чтобы я вам что-то показала в следующий раз. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok